Ребята, всем привет! Это Азимов Альберт и вы на канале, который рассказывает о том, как покупать недвижимость. Итак, хочу сегодня вам показать несколько потенциальных сделок, технически это лиды. Свежие лиды, которые пришли ко мне. Суть в том, что когда вы будете постоянно в бизнесе, то вы будете регулярно получать десятки, сотни лидов, которые вы не будете покупать. Вы будете покупать единицы, а десятки или сотни будут проходить мимо вас нетронутыми и вы будете просто анализировать цифры. Нет, это не для меня. Нет, там нет потенциала. Нет, там еще что-то не так. И я сегодня покажу несколько из таких. Итак, первый дом находится в Флориде, Минсково и его продают мотивированный владелец. Мотивированный владелец, я так понимаю, что обнаружил, что дом слишком велик для него. Я покажу несколько фотографий. Это типичный флоридский дизайн. Новые дома 21-22 года, немногие выглядят так. Вы видите, в нем есть уже мебель, она очень свежая, кухня практически brand new. Отдельно стоит island с диш-вошером и двойной мойкой. Современная плита, современная вытяжка, современный холодильник и там еще духовка, микроволновка. То есть все это по последнему слову техники. Я вижу современные потолки с специальной поднятой высотой и там находится вентилятор. Потому что обычные потолки, они как бы низкие и когда там торчит вентилятор, то вы цепляетесь за него головой. То есть современная ванная, шаур, двойной умывальник, как полагается в мастер-бэдромах обычно, в мастер-баструмах. Гостевые спальни. Ну, в общем, вы видите, дом замечательный. На Беккер, где находится озеро, обычно в Subdivision в Флориде делаются такие озера для того, чтобы дождевая вода туда могла собираться. Это бассейн, который комьюнити-пул. То есть он относится к данному Subdivision. Люди, которые проживают в этом Subdivision, могут в него ходить. Я бы сказал, что это очень удачное решение по той причине, что вам не нужно свой персональный бассейн постоянно мейнтренить. То есть этим комьюнити-бассейном занимается кто-то. Там есть специальная компания, которая поддерживает его в хорошем состоянии. Если бассейн у вас персональный, то вам нужно ним заниматься. Окей, теперь давайте цифры. Вот адрес и, соответственно, через сайт Зилу вы можете проконтактировать с человеком, который продает этот дом. Значит, его выставил в интернет Real Estate Agent. И Real Estate Agent, видимо, посоветовал владельцу продать дом с существующим моргажем, потому что это более легкий и быстрый способ продажи, чем обычная продажа. То есть, видите, в данном случае Real Estate Agent поработал как консультант, который как бы подтолкнул владельца к мысли, что дом нужно продать с существующим лоном. Итак, Entry Fee. Fee это какие-либо комиссионные, которые связаны с приобретением. 95 тысяч. Нужны ли реновации? Нет, не нужны дом в прекрасном состоянии. Построен в 2021 году. Баланс займа. Принципал баланса. 403 тысячи долларов. 275 interest rate. Вот вы представьте, насколько круто иметь интерес на лоне 2.75, в то время как все остальные вокруг платят интерес, который 6 или 7 или 8 процентов на моргаж. Просто замечательно. PITI. Это ежемесячный платеж. Principal Interest Taxes and Insurance. Это 2400 долларов. Что для такого дома очень спокойные деньги. Солнечные панели. Ежемесячный пеймент по ним 177 долларов, потому что солнечные панели установлены с финансированием от какой-то компании, которая есть провайдер и которая устанавливала их. Баланс на солнечных панелях 55 тысяч долларов. Это значит, что компания, которая установила солнечные панели, она подписала с владельцем дома контракт. Они ему дали финансирование на солнечные панели на 55 тысяч долларов на сколько-то там лет. Обычно это 20-30 лет. И он платит всего лишь 177 долларов в месяц, что примерно равно сумме ежемесячного электрического счета для подобной недвижимости. Может быть даже счет электрически дороже. Потому что на дом такого размера электрический счет может быть 200-300 долларов в месяц, а ты платишь за солнечные панели только 177. LRT Information 2600-2800. LRT это Long Term Rent. Я не знаю, почему они буквы переставили. LTR должно быть. Long Time Rent. То есть, если бы вы сдавали в рент подобную недвижимость, то вы бы могли получать 2600-2800. То есть, показан позитивный потенциал. Если вы, допустим, берете эту недвижимость, вы сами платите mortgage 2400 плюс 177 в месяц за электрические панели. И вы можете чаржить, допустим, 2800 с арендатором. И дальше идет, что наш бракираж, та-та-та-та-та, property manager. Короче, если вы купите этот дом, то вам мы еще посоветуем property manager, который будет ухаживать за данной недвижимостью. И это большая компания, которая обслуживает примерно 550 домов и так далее, и так далее. То есть, этим они пытаются заинтересовать владельца, ну, потенциального владельца, который живет в другом штате, либо в другой стране. И видите, все, что нужно тому человеку, который пожелает купить данную прекрасную недвижимость, 95 тысяч кэшем. И получается таким образом, что ты покупаешь недвижимость, 403 тысяч баланс лона, плюс 95 тысяч кэшем. Не нужно опробоваться ни на какие моргиджи, ни какие лоны. То есть, технически может вообще человек из другой страны это купить, у которого даже, может быть, нету ни одной поездки в США, или даже турвиза нет в США. И этот человек closing cost еще должен заплатить, что, вероятно, еще сверху несколько тысяч долларов. Интересует деталь? Заходите на веб-сайт Zillow, потому что я не являюсь продавцом, я не рекламирую данную недвижимость. Это просто пример для данного видео. Идем дальше. Покажу вторую недвижимость, у которой есть хороший потенциал. И картинка данной недвижимости может кого-то оттолкнуть или даже напугать. Кто-то скажет, это вообще не дом, это какая-то куча сайдинга, которая держится на плесени, соединяющей его друг с другом. Ну ладно. Адрес недвижимости 34 918, Рейнольдс-стрит, Дейтс-сити, Флорида. Итак, сначала картинки. Значит, это типичный старинный флоридский дом, но у него новая крыша. Крыша это для дома, как бы, половина важной информации уже. Он находится в простеньком каком-то районе, вокруг все заросшее. И сам участок вокруг дома явно тоже давно не стригли. Но это не так важно. Важны цифры. Идем ниже. Это три спальни, две ванных, дом. Нед серьезную... Значит, нужна серьезная реновация. Эстимейтед ремонт стоит 65 тысяч долларов. То есть, видите, тут продавец посчитал. Значит, на доме уже есть новая крыша. И компсы, то есть comparable дома, сравнимые по цене дома в данном районе, показывают, что дом может быть продан за 225 тысяч, если его привести к хорошему состоянию. То есть, вложить в него эти 65 тысяч кэшем. Если вы даже не хотите флипнуть данную недвижимость, то это может быть buy and hold. Buy and hold имеется в виду, что вы покупаете ради того, чтобы сдавать в аренду. Комсы по аренду 1500 долларов в месяц. Итак, купить дом можно за цену аж 76 тысяч 900 долларов. В этом сверху 65 тысяч в ремонт и After Repair Value до 250 тысяч, может быть. Его размер 1456 квадратных футов построен в 1991 году. Central heating, Central cooling, market rent 1500 для данного района. И чистый доход обещает быть больше 80 тысяч долларов, если его флипнуть. И holding time на флип, ну, как бы вы покупаете, это занимает почти месяц. Потом вы ремонтируете, пусть это еще занимает месяц. И вы продаете, это еще занимает, допустим, месяц. Вот holding time это 3 месяца. То есть, сверху 3 ежемесячного платежа вы накидываете. И видите, этот флип, он очень-очень примитивный. Здесь нет никакой возможности взять суббекту, моргиджем эту недвижимость. Нужно просто 70 тысяч, 76 тысяч кэшем для входа и 65 тысяч на ремонт. Или, допустим, вы ремонт делаете своими руками, взяв кредитную линию в Home Depot или Laos. И тогда не будет 65 тысяч, будет гораздо меньше эта сумма. И я бы сказал, что это неплохой дел для кого-то, кто ищет свою самую первую сделку. У него есть немножко кэша, но нету знаний, как находить сделки с суббектом моргиджем. Окей, если вас шокировал предыдущий дом, да, меня, честно говоря, тоже, я не люблю такое. То вот вам красивый дом в Инглвуд, Флорида. 73-84 Вен Лейк Драйв. Инглвуд, Флорида, 34-224. Большой красивый дом. Не то чтобы новый, но у него есть потенциал. Цвет довольно странный, лучше перекрасить. И вы видите, что дом стоит в Waterfront. То есть это очень-очень сильно повышает вэлью недвижимости, когда она стоит на берегу канала или озера. Здесь нужно только уточнить, данное озеро как бы соединено каналами с большой водой и сюда можно приплыть на свои лодки. То есть есть потенциал для людей, которые хотят свою лодку швартовать возле дома или нет. Я не вижу ни у кого причалов, поэтому вполне возможно, что озеро не то, по которому можно кататься на лодке. Может быть это просто маленькое озеро для того, чтобы собирать воду. Вот посрединке это недвижимость. И вы видите, справа и слева стоят хорошие большие дома. На другой стороне озера тоже хорошие большие дома. То есть тут не надо переживать за ценность на рынке. Тут в спросе все. На фронте вы видите ворота гаража, гараж на две машины и ворота сделаны еще специальная такая сетка. Это во Флориде очень часто делают. Кроме основной гаражной двери есть еще сетка, которая опускается и также кнопочка может быть поднята. И идея в том, что если вы, допустим, что-то делаете в гараже, допустим, возитесь с мотоциклом, то вы гараж держите ворота открытыми, чтобы был доступ света и воздух, чтобы гулял. Но в то же время держите опущенную сетку, чтобы не залетали там москиты или еще кто-нибудь. И если вы, допустим, вечером с компранией решили посидеть в гараже, то вы также, опустив сетку, можете знать, что не будут залетать москиты. Очень удобная штука. Вот так выглядит фронтальная дверь, вход, кухня. Я бы сказал, уже не современная, но еще не ужасная. Это living room или, может быть, это sunroom. Надо посмотреть. Это shower в ванне. Это кухня. Да, это кухня уже устаревшая. Такой дизайн потолковый, такой дизайн кухонь, это уже ушло в нулевые годы. Сейчас уже так не делают. Но эту кухню ее легко можно апдейтнуть. То есть, вот эту вот столешницу заменить с вот этого DSP, заменить на какой-то другой материал, более современный, поменять апплайенсы. И, ну, как бы сравнительно небольшой апгрейд сделает кухню более современной. И тут не нужно прям много работы. Апплайенсы выглядят хорошо еще. Немножко странный дизайн у контртопа, который так выступает из кухни. То есть, видите, мы из living room видим часть кухни, торчащую, как бы, наружу. На мой взгляд, ну, как бы, дизайнеру нужно руки оторвать за такой дизайн кухни. Так, идем дальше. А, окей, окей. Плитка, карпет. Ну, то есть, фотографии показывают, что в доме, в принципе, можно жить прямо так. Да, причал тут вы не построите. Тут и забор стоит, и кусты эти все. И, ну, короче, нету доступа к озеру, как следует. Так, это еще одна фотография living room. Вот этот вот потолок, вот такой вот формы, называется vaulted ceiling. Когда потолок сделан под форму крыши. Вот такой вот формы. Это дает больше пространства, больше воздуха в living room. У меня тоже есть два или три дома, у которых тоже такой дизайн потолка. И дом, благодаря этому, кажется намного больше, чем его площадь на самом деле. И когда здесь висит вентилятор на такой высоте, он не, ну, как бы не уменьшает пространство, которое и так сравнительно небольшое. Окей, еще, еще фотографии. Ну, вот здесь в vaulted ceiling видно, что он вот середина вот эта, где самая высокая точка крыши. Вот он туда поднят. Так, еще, еще, еще. Короче, много фотографий, можно с разных ракурсов изучить. Мастер ванная, очень много зеркал, косметический стол для женщин, значит, два умывальника. В общем, все как уже в современных домах. Living room и спальни. В спальнях особенно смотреть нечего, кроме дверей клозета, там больше ничего нет. Видно озеро, кружочком обведен, где дом находится. То есть, видно, что это очень типичный такой флоридский subdivision. Теперь давайте цифры. Значит, данный флип, это like front beauty, тра-та-та-та-та-та-та. Поставьте новую крышу на данный дом и дайте косметический ремонт. И вы увидите, что этот инвестмент может вам создать какой-то, какой-то процент дохода. В ту минуту, когда вы заходите в дом, вы будете впечатлены тем, насколько open plan с огромным количеством пространства производит впечатление. Большой living room, большой family room, тра-та-та-та-та-та, 32 на 11 квадратных футов ланаи. Ланаи это открытое пространство, заскриненное просто сеткой. То есть, оно предназначено для того, чтобы, допустим, животных вы могли выпустить, но они не убегали куда-то на улицу. Ну, там, кота, кого-нибудь, маленькую собачку. И это ланаи теоретически в будущем может быть конвертано в отдельную комнату. Если вы там дискрины поставите, окна, то у вас будет еще плюс одна комната, не знаю, офис, если вы себе захотите. Но у ланаи обычно же нет вентиляции. То есть, вы должны туда провести еще отдельную вентиляцию, кондиционирование, для того, чтобы это считалось теперь полноценное живое пространство. То есть, ланаи это, по сути, навес с заскриненными сетками. Гляньте, пожалуйста, на великолепную эрию. Тут хорошие школы, хорошие магазины, голфинг, рыбалка просто от мирового класса. Та-та-та-та-та-та, peaceful living. Значит, это одна из самых доступных недвижимостей на воде, которая только может быть. Итак, purchase price, 389 900. То есть, почти 400 тысяч. Estimated, ремонт, 55 тысяч. Ну, окей, справедливо. Дальше, after repair value, 560 тысяч. То есть, видите, вы, грубо говоря, вложив 450, можете продать за 560. И сделать на этой недвижимости около 100 тысяч прибыль. И что еще? Год 89, ну, я так и думал, устаревший уже дизайн кухни. Размер участка 0,23 акра. Построен дом из бетонных блоков. Это для тех из вас, кто, допустим, не любит дома из дерева, то этот дом из бетонных блоков, а не из дерева. В South Florida и Central Florida очень много строят домов современных из бетонных блоков, потому что они крепче, чем деревянные. Central heating, Central curing, тататататат, все довольно обычно. Окей, видите, вы можете купить эту сделку, у вас есть адрес. Вперед, 100 тысяч потенциал прибыли. Окей, последний дом, который я хотел сегодня показать, это дом из Техаса, его продают с селерфинансированием. Итак, 4 спальни, 3 ванны, 1486 квадратных футов. Продает за 315 тысяч. Довольно спокойная цена. И вы видите, что дом в принципе хорошо сделан. Довольно уникальная плитка на кухне-ливин-руме. В кухне, видите, сделан такой аркер. То есть окна в три стороны смотрят. Это редко встречается, когда на кухне вот так много света. Современная апплиэнса, современная мебель. Плитка также в других комнатах. Ламинат, ламинат в спальнях. Еще плитка. Ну, в жарком климате плитка хорошая штука, потому что она делает прохладнее в доме. Так, в ванне явно что-то сделали, какой-то ремонт такой. Но я вижу, что довольно неряшливо. Стена покрашена прямо вместе с зеркалом. А плитка, которая обложена в ванну, уже сильно устаревшая. По-моему, сверху плитки покрасили белой краской, что вообще никуда не родится. Ну ладно, ванну несложно сделать. Окей, еще ливен-руме, еще одна ванна и беккерд. На беккерде частично сделана цементом такая площадка, ну как бы барбекуэрия. Что очень хорошо, потому что если идет дождь, то вы не хотите сидеть в мокрой траве. Окей, теперь покажу цифры по этому дому. Так, значит дом построен в 2002 году, видите, довольно свежий. Адрес 2821, Plantation Drive, Анна, название города, Тексас, 75409. Итак, Owner Finance Deal, то есть, другими словами, владелец дома, либо real estate агент, который продает этот дом, договорился с владельцем, что владелец уходит с керрибэк-нотой, а не с деньгами. У меня есть дом на продажу в таком-то городе. Это может быть прекрасный rental property или замечательный starter home в прекрасном нейборхуде, в котором нету house owner association. Это очень симпатично, когда в районе нету house owner association. Это значит, что у вас нету никаких лишних пейментов, типа там 130 долларов каждый месяц, за то, что там где-то ворота стоят. Это четыреспальни, две ванны, дом и half garage conversion. Я не знаю, конвертирован гараж наполовину. Видимо, они часть гаража конвертировали в еще одну комнату. И часть гаража оставили для машины. Он находится в таких-то шкухах, да-да-да-да-да-да-да, Dallas-Fort Worth Area. Dallas-Fort Worth Area много-много лет является одним из самых активно растущих регионов недвижимости в Америке. То есть там продается сумасшедшим образом все. Город Анна – один из самых быстро растущих городов в Коллинг-Каунте. И он только что, ну, правительство города одобрило огромный апгрейд в школах и всех других, ну, как бы, фасилити, которые есть в этом городе. То есть это большой плюс для value всей недвижимости, которая есть в городе. Этот дом имеет абсолютно новую крышу и новую систему HVAC. Крыша и HVAC – это две самых дорогих составляющих в каждой недвижимости. Поэтому, видите, для данной недвижимости это очень большой плюс. Итак, условия для финансирования. 15% down, то есть вы умножаете 315 тысяч на 15% down и получаете, что down payment должен быть что-то в районе 47-40, что-то такое с копейками тысяч долларов. То есть меньше, чем 50 тысяч долларов, down payment внеся, без какой-либо лонг-квалификации, без какого-либо процесса прорыва через банк, вы можете купить этот дом, имея 50 тысяч на руках. 8,5% интерес, амортизированный на 30 лет. Что это значит? Что на остальную сумму, которая составляет 275 тысяч долларов, они хотят 8,5%. Я бы сказал, что это слишком много. И я бы сказал, что селеру нужно расслабиться и взять оффер, который будет чуть ниже. Например, я бы, если бы я покупал данную недвижимость, то я бы сделал оффер, окей, 15% down, но интерес, скажем, 7. Потому что это интерес, который в среднем сейчас чарживает все лендеры, которые есть, ну, как бы, конвеншенал лендеры, которые вокруг есть. И зачем мне покупать данную недвижимость с интересом 8,5%, когда можно пойти к конвеншеналу лендеру и взять 7% и то это будет слишком дорого. Следующая вещь. Единственная схема, по которой это можно купить, только в том случае, если вы точно знаете, что, допустим, через год вы сможете рефинансировать данную недвижимость. То есть через год у вас откуда-то из другого источника придет финансирование, и вы сможете закрыть эти 270 или сколько там, 2000 долларов, и платить дальше лон, который будет, ну, допустим, там, 5% годовых или там другой какой-то. 8,5% через 30 лет нет смысла, ну, как бы, это все нести, потому что это слишком разорительный лон. Я думаю, что эту недвижимость купил какой-то человек, который имеет такие инвесторские наклонности, и повладел мне какое-то время, и сейчас просто ее продает с целью сделать себе источник кэшфолу. И для вас это означает, что вам не нужно для него становиться источником кэшфолу, вам нужно думать, как себе самому создать источник кэшфолу. И вы делаете оффер, знаете, отправляете и забываете, да. Если он примет этот оффер, окей, если не примет, неважно. Очень много вокруг есть других владельцев недвижимости, которые будут счастливы, если вы возьмете их недвижимость. И смотрите, чтобы подытожить сегодняшнее видео, вокруг есть сотни, есть тысячи домов, и есть невероятное количество мотивированных владельцев. Не нужно гоняться за какой-то одной недвижимостью, и не нужно, знаете, пытаться, там, одного оунера замучить, там, 15 раз к нему ходить, там, звонить и так далее. Вокруг очень-очень-очень много домов. И второй вывод, что если вам один оунер или два владельца, там, отказали, да, после того, как вы им сделали офферы, то не нужно об этом переживать. Потому что, еще раз, вокруг тысячи-тысячи потенциальных сделок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!